Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мессер Мессер мы с вами поговорим вот о таком небольшом ноже выживания от американской компании CRKT, который называется RSK MK6. Сегодня мы с вами поговорим о таком небольшом выживальческом ноже от знаменитого американского дизайнера Дуго Риттера, который, в общем-то, не столь много ножей создал, но все они так или иначе созданы с уклоном вот в такое выживание в дикой природе, по которому Ду Гриттер в некотором роде является специалистом. Вот это, наверное, один из самых таких недорогих ножей, которые, в принципе, когда-либо выпускались по его дизайнам. Ну, у компании CRKT, надо сказать, есть такая манера делать ножи достаточно дешевыми, чтобы они были доступны самому широкому кругу потребителей. И, исходя из этого, здесь, понятное дело, что не будет каких-то сверхинтересных сталей. Здесь весь нож берет именно само по себе концепции своего применения. И в данном случае мы с вами говорим о вот таком вот небольшом шейном ноже скелетного типа, который специально спроектирован для того, чтобы быть вторым запасным ножом в дикой природе, ну, или для того, чтобы помогать быть вашим спутником в каких-то несложных походах, где вот такого ножа будет вполне достаточно. Главным дизайнером этого ножа является довольно широко известный, как в США, так и в нашей стране, Дуг Риттер. Впрочем, вся серия РСК сделана в содружестве с еще одним ножевым автором Дэвидом Вайтом. Они живут очень сильно не рядом, но, тем не менее, сотрудничают по поводу производства тех или иных ножей. На самом деле, Дуг Риттер является не столько ножевым дизайнером, сколько таким специалистом по выживанию. Есть такой огромный форум, который лично он ведет и модерирует, является его создателем, который посвящен самому разнообразному снаряжению, которое необходимо для выживания. То есть, его обзором от людей, которые реально этим снаряжением так или иначе пользовались. Дэвид Вайт является производителем ножей, и вот на этой почве они совместно выпустили такую серию, которая называется РСК. Риттер Сервайвл Найвс. То есть, это нож выживания Дуга Риттера. Если хотите, вот так можно вольно перевести название этого ножа. На самом деле, РСК это не один нож, а целая серия. Мы с вами разговариваем вот именно о такой шестой модели ноже, как написано на сайте Серки Ти, немножечко побольше базовой пятой модели. Компания Серки Ти последние годы обладает таким замечательным свойством поставлять вот в таких вот очень больших картонных коробках очень небольшие ножи, предназначенные для шейного ношения. Комплектация у ножа РСК МК-6 довольно богатая, но которая, впрочем, в последнее время часто встречается именно в таком виде на ножах Серки Ти. Нож поставляется вот такими вот небольшими пластиковыми ножнами зажимного действия. На ножнах есть вот такой вот шнур и пигунок, специально предназначенный быстро регулировать длину этого самого шнура для ношения его на шее. Но, тем не менее, то есть какой-то еще дополнительный запас шнура, если это будет необходимо, у вас тоже будет вместе с этим ножом. Сам нож поставляется сразу с вот такой вот оплеткой и вот таким вот довольно большим темляком. Тоже есть приличный запас 550-го паракорда, которым в случае ситуации выживания вы тоже как-то сможете воспользоваться. Плюс к этому ножу поставляется вот такой вот небольшой крепеж и фурнитура к нему, который позволит вам носить этот нож на разного рода ремнях. Сразу скажу, что здесь это немного необычно выглядит. То есть это вот такой вот крепеж. То есть это не клипса, как она бывает на многих других ножах этого же производителя. А вот такой вот крепеж, который может быть прикручен вопреки ожиданиям не вот так. Я вот, честно говоря, вначале смотрел, думал, что может быть это как-то вот так прикручивается. Но на самом деле он прикручивается каким-нибудь вот таким вот способом. Здесь отверстия соответствуют тому, чтобы вот так поперек его сюда устанавливать. То есть можно здесь, можно здесь, можно здесь. В зависимости от того, на какой высоте вы хотите закрепить ваш нож на какой-либо ремень. При этом хочу сразу заметить, что здесь вот такой размер вот этой вот петли, который, ну, прямо скажем, джинсовый ремень сюда не входит стандартный. Я специально попробовал, проверил, то есть это все рассчитано больше на какие-то петли снаряжения или, возможно, на какие-то более узкие ремни, чем те джинсовые ремни, которыми мы все пользуемся повсеместно. То есть какие-то армейские большие ремни, но для этого дело тоже не подойдут. Но зато вполне можно запихать, например, в систему крепежа по стандарту Молли. Здесь это вполне возможно, места, в общем-то, у этого дела хватит. Но на самом деле, тем не менее, надо сказать, что даже на сайте производителя нож заявлен именно как шейный, а не как нож для ношения на снаряжении. Поэтому все-таки, наверное, основной способ использования без вот этой вот дополнительной петли. Как и многие другие ножи выживания скелетного типа, РСК весь, где только можно, обвернут паракордом. Еще и к нему сделан вот такой вот довольно значительный темляк. Ну, понятное дело, что здесь темляк предназначен не для того, чтобы просто быть красивым, и уж тем более не для того, чтобы помогать пользователю во время какой-то работы. По большому счету, это просто привязанный к ножу дополнительный запас некой веревки, которая может выручить вас в ситуации выживания. В принципе, здесь очень классно то, что это вторая веревка, которая позволяет вам в какой-то ситуации, по крайней мере, оставить оплетку на вашем ноже. Потому что если вы ее снимете, ну, по какой-то такой выживальческой необходимости, то, скорее всего, долго работать этим ножом у вас не получится. Хотя, честно говоря, я не совсем уверен в том, что вот такая вот оплетка из паракорда надолго избавит ваши руки от серьезного натирания в случае, если РСК МК-6 окажется вашим единственным ножом, с которым вы будете выживать. С точки зрения продуманности конструкции ножен, есть одна такая небольшая особенность, на которую я лично, как человек однажды пострадавший от ножа, у которого такой особенности не было, сразу же обратил внимание. Вот обратите внимание, что здесь концептуально сделан вот такой специальный выход на режущую кромку, который выходит дальше, чем остальные края вот этих небольших ножен. Для чего так сделано? Сделано так для того, что если в некоторых случаях вы начинаете доставать нож с помощью большого пальца, а вот для таких небольших ножей, да и для более крупных, это такой характерный способ снятия ножен, вот так, то когда вот этой штуковины нет, при таком действии можно запросто раскроить себе указательный палец. Мне лично случалось, причем порез, но, наверное, был один из самых таких глубоких в моей жизни. У меня был очень острый нож, который я подобным образом сдвинул. Вот здесь такая штука, ну, как бы предохранит ваш палец от такого действия. То есть никак вы туда не попадете. И это, правда, говорит очередной раз, что пусть и недорогие ножны, но достаточно хорошо работают. Давайте потрясем немного нож в этих ножнах. Ну, на самом деле, нож побрякивает, прямо так скажем, что для ножа шейного ношения не слишком удобно. Ну и вот, если его просто повесить, так он будет висеть у вас на шее, то есть вполне способен сдавать посторонние звуки. Ну, ничего не поделать, сказывается то, что нож относительно недорогой, ножны все-таки не могут быть приняты настолько точно. Опять-таки, они пластиковые, а не сделаны из традиционного сейчас кайдекса. Вообще, лично я не являюсь особенным любителем шейного ношения тех или иных ножей, но я это в первую очередь связываю с тем, что а, я городской житель, б, я живу в регионе с очень холодной погодой. То есть, если вы носите нож на шее под одеждой, в большинстве случаев это просто теряет всякий смысл. А вот зачем такой способ ношения придуман? Именно для этого его и используют, на самом деле, профессиональные туристы, к примеру. Дело в том, что когда вы участвуете в нормальном таком туристическом походе, как правило, вы используете в качестве маршрутной куртки вещь достаточно длинную, которая закрывает как пояс, где часто размещают ножи, так и какие-нибудь боковые карманы брюк, где мы носим те или иные складные ножи на клипсах. В общем, до ножа становится практически недостать. И если вам вот именно в подобной ситуации часто нужен нож, то лучше всего действительно повесить его на шее. Он будет постоянно вам доступен. Ну, а если наступает такая стадия похода, где нож вам не нужен постоянно, вы вполне можете убрать его как под куртку, так и вообще свернуть и положить в карман. Благо, этот нож очень немного весит. Вся скелетная конструкция ножа сделана из одного куска стали 8-хром-13-молебден-ванади и нож сделан на Тайване. Весь нож имеет вот такую вот галтовку, стон-лож, так называемый, в качестве обработки. Но это весьма разумно для этой такой относительно нержавеющей стали. Придайте дополнительную возможность убрать с нее все возможные риски. То есть, нож галтован и потом немного шлифован для того, чтобы он не ржавел в каких-то суровых условиях, в которые он может попадать, когда вы постоянно носите. Уж явно такой нож возможности постоянно протирать, например, во время дождя насухо у вас не будет. Поэтому, в принципе, выбор стали для такого недорогого ножа вполне понятный, вполне соответствующий его задачам. Сама по себе оплетка из паракорда сделана достаточно плотно и качественно. Честно говоря, нигде не указано, какое количество паракорда здесь, но я думаю, что на самом деле метра полтора, а может быть и два. То есть, в принципе, здесь может оказаться достаточно много веревки, которые он вас может выручить. Ну, по крайней мере, здесь еще есть отдельный темляк, который вам позволяет его распутать в какой-то экстремальной ситуации и тоже получить некоторое количество веревки для того, чтобы... Ну, не знаю, в основном, на самом деле, насколько мне известно, в американских школах выживания вот такой вот небольшой объем веревки, как правило, рассматривают в первую очередь для того, чтобы строить какие-то небольшие укрытия. Иногда бывает нужно связать жерди шалаша, к примеру, или сделать еще что-нибудь такое. Вот такое количество веревки как раз в этой ситуации основательно поможет. Приятно, что паракорд вот весь такого яркого оранжевого цвета. Это тоже соответствует американской концепции выживания, когда всякие накладки ножей, рукояти делаются вот в таких вот ярких цветах, которые практически не встречаются в живой природе для того, чтобы нож было как можно сложнее потерять. Если, конечно, все это дело убрать с ножа, вы потерять его можете действительно запросто. Ну, а с такой штуковиной его достаточно будет легко найти, если только вы ищете его не в темноте, то, скорее всего, зрение у вас не подведет, и вы сможете очень легко увидеть вот такой вот яркий цвет паракорда в живой природе. Вообще, в туризме сама по себе концепция шейных ножей сводится к тому, что это либо нож для очень несложных походов, который берется с собой не для работы, а вот так на всякий случай, не дай бог, что придется делать. Либо это нож, который постоянно доступен, но это, скорее всего, второй нож, который предназначен для мелкой работы, для чего-то такого более или менее сурового должен быть какой-то более крупный предмет, который вам позволит делать более сложную, более тяжелую работу. А вот подобный нож – это такой, как бы, аварийный запас или нож на случай, когда нож нужно быстро извлечь, что-то отрезать и быстро его убрать на место. Единственный нюанс ношения такого ножа на шее, который я для себя выявил, заключается в том, что насколько он удобно доступен сразу для того, чтобы его быстро извлечь и получить в рабочую руку, настолько же потом долго и наверняка двумя руками вам придется убирать его обратно в ножны. Тут по-другому никак не сделать, придется справляться двумя руками. И, конечно, если у вас какая-то работа, при которой вы что-то держите и потом отрезаете, нож, скорее всего, в ножны возвращать не удастся. Но такова цена за его простую и легкую доступность, когда он висит у вас на шее. Дугуритору во всех своих ножах удается каким-то неулоимым образом передать свой фирменный стиль. Я этот нож, когда увидел первый раз, не знал, кто его автор, но понял это практически сразу, даже не видя эту замечательную надпись об авторстве этого широко известного своим небольшим количеством ножей дизайнеров просто из-за формы клинка. Я сразу, когда ее увидел, подумал, наверное, Дугуритор придумал такую штуковину. У Дуга есть вот такая характерная манила делать такой вот небольшой горб на клинках своих ножей и за счет этого создавать большую высоту спусков. И вот это проявляется в очень многих его конструкциях ножей, и РСК МК-6 не стал исключением. Надо сказать, что, конечно, очень удобный вот такого плана хват, очень удобно выносить даже на этот небольшой клинок большой палец для какого-то аккуратного или, наоборот, более сильного строгания, если у вас палец достаточно... Ну, вообще, если руки сильные, то строгать таким образом тоже будет достаточно удобно. Но по поводу хватов этого ножа, как и по поводу хватов большинства ножей такого типа, есть, конечно, определенные замечания. Давайте посмотрим, как нож в хватах выглядит. Концептуальная идея того, что РСК МК-6 это все-таки второй нож для походов, подтверждает и то, в каких хватах, как он работает и как он вообще, насколько удобен в тех или иных ситуациях. Ну, давайте посмотрим на это вот таким вот немножко нетрадиционным образом я это покажу. Рукоять у ножа достаточно большая по высоте, поэтому молоточный хват у этого ножа, если вам потребуется что-нибудь так более-менее жестко построгать и просто другого ножа не будет под рукой, вполне удовлетворительный. У вас вполне получится выполнить какую-то такую работу. Не совсем так удобно будет с хватом диагональным, потому что все-таки у ножа достаточно маленькая рукоять в силу его концепции. Большому пальцу здесь, по сути дела, некуда деться. Даже при моей средней ладони. Если ладонь побольше, могут быть определенные проблемы с тем, куда деть указательный палец. Поэтому, но, тем не менее, пробить что-то, если будет необходимо, вы этим ножом сможете. Ну, и самое интересное здесь, конечно, то, что нож, хотя и достаточно удобно заточен для вот такого фехтовального хвата, но он, по большому счету, мало для чего угоден. А вот хваты режущие здесь, ну, скажем так, немного оригинальные. Традиционный вот такой диагональный хват, если вы возьмете нож подобным образом, немного отягощает тот факт, что здесь есть вот такая вот намотка из паракорда. Она довольно крупная. С одной стороны, есть за что взяться, но, с другой стороны, создается такое впечатление, что я даже через перчатку чувствую, что это место будет несколько натирать руку, если работать ножом сколько-нибудь длительное время. Ну, и поэтому напрашивается возможность хвата вот так через клинок для того, чтобы что-нибудь контролируемо отрезать. То есть, в принципе, все возможно, но это как раз очень похоже на концепцию именно такого небольшого ножа с фиксированным клинком, который предназначен не для нагрузочной работы, а для того, чтобы выполнять какую-то мелкую работу, быть маленьким и очень доступным на шее ножом. Вообще, когда мы говорим о ножах такого типа, особенно придуманных именитыми дизайнерами, причем именитыми именно в области ножей выживания, то часто в ножевом сообществе они встречают определенное непонимание, потому что, ну, нож выживания в нашем представлении это что-то гораздо более крупное и гораздо более универсальное. Но, тем не менее, вот практически каждый дизайнер ножей, который с выживанием как-то связан, создает что-нибудь подобное практически обязательно. Потому что здесь совершенно другая концепция. Это все-таки идея такого аварийного ножа, второго ножа или, может быть, ножа в очень быстром доступе. И на самом деле такие ножи очень часто создаются без ориентации на современные тенденции по материалам, сталям и прочим вот таким вещам. То есть, это вот такие ножи, которые в первую очередь делаются легкими, маленькими и обычно с высокой способностью резать даже благодаря своей геометрии. То есть, если сталь вдруг в какой-то момент просядет, то, тем не менее, так или иначе этот нож все еще будет резать. И вот РСК МК-6 это как раз один из таких ножей. Причем, наверное, это один из самых интересных ножей такого типа, который может использоваться не только в качестве, ну, такой функциональной вещи, но и в качестве вот такого вот некоего фетиша, если хотите, выживальщика. Потому что, ну, по большому счету, вот это вот все для них. Выживальщики любят всякие разные браслеты, какие-то разного рода такие странные элементы снаряжения, которыми обычных людей можно постоянно удивлять. Но, тем не менее, вот подобный нож, ну, скорее вызовет улыбку даже у любого человека, который не знает для чего и кем он придуман. Потому что это вот такое небольшое интересное устройство, которое, наверное, здорово взять с собой в какой-нибудь небольшой туристический поход, а для кого-то будет вполне уместно носить и в городской среде. Ду Критер, как большой специалист по выживальщикому снаряжению, создал достаточно большое количество известных ножей, которые так или иначе в разных форм-факторах все были предназначены для того, чтобы выживать с ними в дикой природе. Есть у него складные ножи, которые одно время производились в компании «Бенчвент», сейчас производятся в компании «Хок». Есть у него вот такие вот маленькие шейные ножи, один из которых в данный момент мы с вами рассматриваем, он производится американской компанией «Серки Тип». Что эти все ножи объединяет, так это тот факт, что они, как правило, имеют очень высокие клинки с очень высокими спусками от обуха. То есть это все ножи предназначены для режущей работы. И, честно говоря, с точки зрения концепции, трудно сказать, что эти ножи не соответствуют словам своего Дуга Риттера, который говорит о своих ножах, что в его ножах есть все, что нужно, и ничего из того, что не нужно. С вами на канале Мессер Мессер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok